Мы попали в какое-то знаковое кафе. Будем тут кайфовать. Дед! Винишко, кто хочет? Винишко, кто хочет? Сказал, что это к счастью. И начал строить это. Вау, великоптер! В байк-двейке? Кто в домике сидит? Сейнт Бернард-дог. Ого, что мы нашли? Папа говорит, меня защитит от волков. У него есть мускулы. А как тормозить? Я все права забыл. Ты с краей? Выращивать по своему саду, огороду. Короче, это супер все неудобно. Там у нас как раз место под комнату. Бабушка выращивает клубничку здесь. Они могут унаследовать как раз вот эти гимнастические болезни. Юрчик всем рассказывает, как он на самолете летал. Умрет от этого. Не принято от спасибо говорить. Баджет трон. Паранойя уже. У них мама умерла. Активные собаки. Бака ждет нас на дороге. Плохо ест. О, мне ужас. Здравствуйте. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Как спалось с натуральным кондиционером? Я просыпался раз в 5, смотрю, у нас чуть темно и темно. Думаю, когда же светло встанет? Никак не встанет, она с окна встанет. Выхожу, а тут уже день почти. Она тоже просыпается и говорит, что ты не спишь? Проснулся уже. Она думала, что я в среди ночи проснулся. У нас есть окно, но она за что ли? Вот это. Красота! 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 Ну, клубничка растет. Нави даже отсюда как-то узнает. Я бы даже и не понял. Мы в 1,605? 590. А, это 1,597 метров. Метры выше уровня. Уважаешься, baby boss? Уважаешься? What happened? Why so sad? Why so sad? What happened? Baby boss is already a kuwait. Baby boss, are you ready to go? Not even summer in Russia. Summer in Russia is colder than this. Все, поехали на завтрак и посмотрим городов заодно. Места посетим, интересно. Дома очень классно здесь, интересно расположены. Все на обрыве. Прям аж страшно смотреть на них. Здесь и многим страшно на наш был дом смотреть, что он упадет на наших ножках. Вот здесь реально страшно. В итоге окна мы закрыли, думали без кондей будет хорошо. На самом деле загазовано довольно-таки сильно. Хоть и вроде горы, свежий воздух, но очень много транспорта. В сравнении с Далатом. Далат это тоже город на такой же высоте Валветами. Мы жили там около 2-3 месяцев. Там конечно архитектура покруче, потому что там французские колонизаторы это все строили. Очень круто все выглядит. И меньше трафика. Но по природе пока не могу сказать. И там очень много кафе, кофеин. При каждой возможности там кофейня с кофе. С вьетнамским кофе. Здесь конечно с кофе будет тоже проблематично. Ну давайте посмотрим. 3rd floor of the building. 3rd floor. 3rd floor. Подвески сломалась, нужно ремонтировать. Все же заедут. Все же заедут. Олис, перейдь. Добрый вечер. Как вы, Ана? Очень красивая景ация. Вау! Да, интересно, что здесь кафе не так много с видом, хотя горы и как бы в Великобритании иногда очень пользуются этим. Нет вообще кафе без вида практически, мне кажется, везде вид. Великобритания. Не уверен? Я не знаю! Хот чокол для мамы! Может, я должен. Конечно, кофе для папы. Чокол. Хочу. Доброе, не так сладко. Нормально. Юри! Субтитры сделал DimaTorzok 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 4 часа, 5 пивов. Так, давай. У меня не крутится. Да, значит, да. А зачем два руля-то? Чтоб я держался, цепился. У меня аж все 30 лет. У меня тоже. Как будто бы автомобиль года 99. Пробег далеко за 500 тысяч. А как тормозить? Ха-ха-ха. 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 Раньше, видимо, это был учебный автомобиль, но видишь, много было аварий. Я и не понял, да, как мы будем... Ты в одну сторону и ся, а я в другую буду рулить. Мы спортивные. Музыка. 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 Короче, мы поехали такие довольные. Сейчас парк повидаем, объедемся. Доезжаем 100 метров, а там закрыто написано на этих байках нельзя выезжать. То есть у нас весь отрезок это вот 10 метров, потому что мы можем ездить. Мы заплатили сразу за час, а меньше нельзя, так что будем тут кайфовать. Выкатывать моточасы. Накатывать свои моточасы. А там катамаран еще можно на озере взять. Там тоже побольше пространства. Да, даже на озере. Кого меньшее? Тихо, мак. Тихо. Вы лежите, я не знаю. Это все. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Иди к маме Иди к маме Иди к маме Папа будет падать Папа будет падать Так, следующий Наш следующий транспорт Более экзотичный Нравится? Какой у тебя жилет Интересный Водичку хочешь? Водичку хочешь? О, верно? Папа будет падать Да, я знаю Папа, не падай Поехали, хорошо? Будьте осторожны, папа Пока-пока, Бурнхам парк Поехали, Русские! Для тебя! Как много страва? Это 100? Да, это очень дешевле Хорошо, мы купим 1 страва для Юрий потому что он уже хочет страва Пойдуйте! Давай, это для тебя Мы идем на страва фарм, но твоя чик не ждет Он сказал, спасибо папа Что это за маму? Ты сказал спасибо маме? Как это Юрий? Это сладко? Неплохо Я думаю, они сладко Мы увидим, он не сладко Давайте попробуем Страва Неплохо Нет, не сладко Не сладко Но не сладко Не сладко Для Филиппинской, это вкусно Да, для Филиппинской Я думаю, это уже сладко Я думаю, что это сладко Гамми Это Юрийский первый страва Он пробил рец Рецепт первый раз в жизни Здравствуйте, дорогие друзья Пришли на ферму Кубничная ферма Нас конечно это не особо удивительно Но филиппинцам это очень интересно Уж клубника растет только в горах Здесь у них Из-за климата И яблоки тоже отсюда И здесь очень дешевый Кубник Здесь 100 песок клубника стоит У нас в Думагетте Она стоит 500 песок В 5 раз дороже Ну неплохая клубника кстати Мы попробовали В России конечно она слаще Намного Но все равно Для Филиппин, мне кажется Хорошая Я хочу купить кубники Я нашел Я нашел Горчи Костя груш Сколько страва Винишко, кто хочет. Так. Да, 780 здесь песо за килограмму и можно собирать. Там продают в магазине дешевле, поэтому это за сбор еще, если ты хочешь сам собрать. Ну, просто погулять бесплатно. Мы просто погуляем. Что там? Подсолнухи да, тоже редкость на Филиппинах. Помидоры? Нет, не редкость. Помидоры филиппинцы зеленые едят также с уксусом. Да и вообще любят они зеленые. А, это черри. Это помидоры черри. Да. Это драншир. Юрик, где ты идешь? Капа! Юрчик! Песос. Ты любишь этот большой? Нет. Это сладко? Так. Мы опять есть и обедать. Уже 3 часа. А то скажут, что мы постоянно только едим. Мы вообще-то завтракали в 9. Прикольно. Прикольно что-то тут. Туалет. Вау, Юрий, ты можешь здесь бегать. И видок такой есть. А кто это у нас в домике? Кто в домике сидит? Малыш, только играться хорошо, нет? Это домой нельзя брать. Только играться здесь. У меня есть. У меня есть. Капа! Это для меня! Прикольно! Капа! У меня есть большой! Это для тебя Юри! Капа! Капа! А это крупная. Капа? Капа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok You wanna be king? Представляете, Юрчик сюда поднялся сам, с самого низа, пешком, под моим руководством, конечно же, ну и кроме последней половины лестницы, вот это такая крутая лестница уже. Так что молодец, Юрчик, мощный. Это построили в двадцатом году. Ну там написано вот на табличке, какой-то чувак увидел здесь белый карабау, сказал, что это к счастью и начал строить эту всю штуку из камня выкладывать. Это еще было в двадцатом году только. Я не знаю, он один это делал или нет. Наверное, нет. Но это, походу, на горе все. Потому что, ну вот так идет гора как раз сюда. Вот здесь кому участок нужен. Правда будут туристы каждый день здесь. Дачу. Дачу можно здесь. На даче только на самолете надо лететь. Доги, доги. 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 Так, доброе утро, друзья. Сегодня у нас настал новый день. Нави тут вовсю уже снимает, фотографирует. Небольшой туман. Солнышко рассветное. Бабушка выращивает клубничку здесь. Я вижу мою будущее как и бабушка. Она видит свое будущее, как и бабушка. А, вон бабушка. Клубника, как рисовые террасы здесь. Сегодня мы возвращаемся в Манилу. Ночуем там, завтра вылетаем. Мой. В итоге собак хороших, которых мне понравились, я не взял. Что-то, не знаю, чувствуется. Что-то мне не понравились задние лапки. Как они иногда переплетаются. Потому что у них есть генетическая болезнь такая. Иногда с суставами, особенно задних ног. Учитывая, что здесь не делали тест на эту генетическую болезнь. Есть риск, особенно если я что-то видел. Хотя, может, у всех щенков так. Потому что это щенок и у них слабенькие лапки. Я не знаю, кто разбирается, напишите. Но я проверил родословные двое твоих родителей. И там по одной линии прям много одинаковых имен. То есть они получаются как родственники. Считается, это сильно близкие родственники или дальние. Но вот в этих 5 поколений, по-моему, написано. И у них оба родителя с одинаковой фамилией. А дальше там вообще прям полные имена в саплице. И это, мне тоже кажется, генетический, может, не очень смешание родственников. Они могут наследовать как раз вот эти генетические болезни. Которые часто встречаются у больших собак. У общая с теми же задними лапами. И я слышу эти случаи. Начитался, что там могут и отказать лапы в течение года. И будет собака-инвалид, либо умрет от этого. В общем, приятно. Ну, я не знаю, может, я паранойю уже. Я начитал всякую вот эту информацию. И паранойи уже, может, таких ключиков не так много. Пришел дальше. А так я и транспортную компанию нашел. И все, в принципе, было готово. Можно было уже отослать либо самолетом, либо на параной. На самолете дороже, но быстро. Вот он, вот он тут сидит уже. Малышкин. Вот. Давай, приключения ждут. Приключения ждут тебя. Приключения ждут. Сегодня рано проснулись. Поехали домой? В Манилово поехали? В Манилово. Ну, я прохожу. Друга словно и двоих двух поколений. Похоже. Юрчик. Сегодня с обоими, наверное. Вчера он, кстати, просто со мной спал. Без мамы. Мама на другой кровати спала. А он выбрал меня, потому что у меня мускулы, говорит. Он даже на ночь потрогал мою руку, говорит. Папа меня от волков. Мама его волками просто пугает постоянно. Он говорит. Папа, говорит, меня защитит от волков. У него есть мускулы. И проверивающий такой не лег. И со мной меня выбрал. Но вчера мама начала звать. Мама, мама, нет. Давай с нами спать. Не было волков? Пойдем. Поехали в Манилово. Поехали. Иди. Иди сюда. Давай, садись. Садись. Вот он. Вот он. Красавчик. Томанчик. Томанчик. Простите, ты устал? Я сказал, да. Он сказал, что я устал. Юрий устал, да? Тяжело на маме поднимать. Почему ты устал? Готово? Все, остановились. Сразу в кафе снова навелись. Нам здесь охранник так помог припарковать. Ситуация. Двери всем открыл такой. Даже что-то открыто нашли. Прям было сложно найти. Здесь прям такая жизнь кипит. Потому что это единственное, что с утра работает. Вот это завтрак. Место на завтрак, конечно. Мощь. Топа. Тоже прикольно выглядит. Горится в... Креве. А, в омлете. Да. Короче, мы попали в какое-то знаковое кафе. Вообще случайно просто по пути ехали. Увидел, что открыто хоть что-то. Типа в самом центре Багио. Я по отзывам прочитал, что она там в 80-х еще годах открылась. И здесь, ну, типа, знаковое Багио такое место. И здесь, типа, днем бывают очереди. Там люди час ждут. Поэтому рейтинг маленький стоит. Вот. Завтрак супер необычный, кстати. Ну, не знаю, для завтрака необычный такой кусок места. Рис с яичницей, но вкусно. И далее фрукты еще. И кофе входит в завтрак. Вот, на завтрак 400 пес. КОНЕЦ РФ-карт. Короче, мы, когда ехали в Багио из Манивы, мы выехали на такую дорогу, которая называется типа RFID там нужная. Дорога, я не помню, как называется. Ну, короче, это типа аналог платной дороги. И у нас первый раз было там 200 пес, потом 300 пес, потом 400 пес. Но мы, правда, съезжали часто с дороги, потому что мы там то щенков смотрели, то еще что-то может по этому. В итоге что-то у нас прям много вышло. И в конце нам дают карточку, говорят, вот, если на 350 пополните пес, вам карточка положена. Приклеили стикер, типа чтоб шокбалансом поднимался. Дали нам карточку. Я говорю, ну, нам теперь-то хватит до Багио доехать. Они говорят, да, хватит. И только мы платим, выезжаем и сразу заканчивается дорога. Вот. Я думаю, у нас еще баланс 350 этот остался. Проверяю, нет, баланс уже нет. В итоге сейчас мы пополнили на 700 пес и ехали. Вот, почти два часа уже ехали без остановок, нормально. Вот здесь, правда, опять какая-то очередь на эту фигню. То есть у всех, у кого RFID, мы думали, мы прям как дальнобойщики вот эти проезжают там по прямой чисто. Вот. Но нет, здесь тоже какая-то очередь с этими карточками, только вот в правую очередь. Остальное все закрыто просто. Вот. А мы когда ехали бы вот с этой карточкой, у всех свободно. А те, кто без карточки, надо, конечно, платить, у них там очередь. Ну, такая не очень понятная система. К сожалению, такая только здесь, на УЗОНе, работает. То есть она нам особо дома не пригодится. У нас таких на дорог нет. Но дорога в целом хорошая, прям супер прямая. Помогают. Ну, здесь есть поддержка типа, там, помощь на дороге. Вот так, такие пироги. Вот едем. Сейчас посмотрим, как, сколько у нас баланса снимут. У нас получается в прошлый раз очень мало, да? Что-то 680, что ли, было у нас на балансе? Пополнили бы 800. Потом 680. Здесь, кстати, не принято спасибо говорить этими мигалками. Никто не поймет. Никто так не делает вообще никогда. Открывайся. 378. Ой, почти мы 300 песо истратили сейчас. Значит, получается, мы часа два ехали. Я в интернете когда забил, сколько стоит от Багио до Манилы. И они написали, от Багио до туда-то 300, и оттуда-то до Манилы. 350 и того, там, что-то 700. После того, что мы когда сюда ехали, мы то к Щеня там заезжали, то случайно мы съехали один раз. Поэтому, наверное, мы больше заплатили в итоге. А сейчас вот два раза мы так проедем этот пункт и все. Ну, может, с нами мы поедем. Мы хотим еще у нас в мечтах, ну, не в мечтах, а одно из желаний, это на север еще у зоны поехать. Это вот Багио, а от Багио еще наверх, уже ближе туда, к Тайваню. Еще там часа четыре ехать, и там прям рисовые террасы, там, то есть, как север Вьетнама по красоте. А, ну и в заключение хочу рассказать впечатления от Багио. То есть, ну, нам особо не понравилось, ну, не очень. В плане прикольно, все классно, но нет вот какой-то прям атмосферы от этой уникальности, что ли, вот как мы во Вьетнаме в горы, когда ездили, когда там архитектура особенная была. Здесь обычный филиппинский город, все кафе, обычные филиппинские кафе с местной кухней, ну, ничего такого прям примечательного, нет каких-то там супер видов. То есть, специально я бы сюда не летел откуда-то издалека. Если живешь в Маниле, там просто надоела жара, поехал в горы отдохнуть от этой жары, прохлада, да-да-да. А вот, ну, специально я бы не полетел, конечно, из Думагетти оттуда. Ну, или с другой стороны вообще-то, вот. А так вот, если в Маниле, да, тусуешься, то нормально. Короче, сейчас мы четкие. О, сфотка у нас. Мы можем просто проезжать. Проезжать? Давай посмотрим, что они дальше сзади делают. Короче, непонятно сейчас, ничего у нас не сработало, швак-бауна не было, но было написано стаб. Я видел, сейчас вспышку нас сфоткали. Не знаю, что будет теперь все. Надеюсь, она... Или штраф придет хозяина машины. Мы думали, мы разобрались, короче, в итоге мы не разобрались, ничего не понятно, что сейчас было. То есть кнопку нажали, ничего не вылезло, ничего не произошло, непонятно. Все еще сложнее оказалось. Оказывается, здесь другая вообще линия из Манилы. Мы закинули туда деньги. Думали, мы теперь проедем, все нормально. А тут нам говорят, а это тут другая линия, короче. Это у вас там была та линия, а здесь другая. Здесь другие правила и другая карточка. Здесь просто прикладываешь карточку. Короче, это супер все неудобно было. Вот, это прям максимально все усложняло. Вроде и карточку завели уже, оказывается, не то. Вот, здесь, оказывается, другая нужна. В общем, прям какой-то организации целостности нет. Теперь у нас еще 300 песо осталось на том балансе. Говорит, это другая компания. И опять, у нас опять этот пост. Но здесь уже написано, наша фирма карточка. Поэтому должно вот сейчас работать. А, все нормально. 249 еще осталось. Ну, нормально, хоть потратили. Так, еще одна. 135 осталось. Ну, смотри, все и тратили в итоге все равно. Сто песо останется как раз, чтобы не заблокировали аккаунт. В общем, мы где-то ехали вот здесь. Несколько светофоров. И мы ехали с довольно большой скоростью. И прямо перед перекрестком загорается желтый. И якобы проезжая на желтую. По идее, у нас в правилах, я, кстати, на Филиппинах вычитал. Тоже в местных правилах, если тебе нужно экстренное торможение, то ты не должен останавливаться на желтой. Ты можешь проехать на желтом. Но он останавливает и прямо перед нами выходит. И уже так получается, что там уже и красный загорается, пока он нас тормозит. И предъявляет, что мы проехали на красный. И просит права. А я все права забыл. Ну, даже российских прав у меня нет. Хотя и по российским правам можно ездить только 3 месяца. Но у меня были и интернациональные права, и российские права, и студенческие права. Хоть, ну, лучше что-то там показать. Он попросил денег ему дать, чтобы он нас отпустил. И чтобы якобы могут на штрафстоянку забрать машину на 10 дней почекнуть. Хотя мы в это тоже не особо верим, что там на 10 дней могут забрать. В итоге не стали проверять. Он там вообще сначала сумму сказал. Вообще, он 30, наверное, говорил. Он 30 тысяч просил. В итоге за 10 отвязались и поехали. Ну, еще плюс регистрации не было. И там вот эти трафик полиции, которые вот этим всем занимаются, обычно прям не выглядят даже как полицейские. В какой-то там невзрачной форме. Даже не в форме. Повязкой какой-то. Все. До скорых встреч. Nice to meet you. See you. Have a good travel to Russia. Все, давайте. Все, пока. Все, вот мы заселились. Ну, такое, да. Две тысячи зато всего. Скромненько. Обычный отель. Но зато в Макаси. Здесь внизу уже много всяких кафе. Китайское кафе, в котором мы ели в прошлый раз. Бассейн здесь есть. Спортзал. Все. Все, друзья. Ну, на самом деле, мы уже и поужинали, и поспали здесь, и позавтракали. Я уже не стал снимать. Потому что, ну, все, ничего нового. Все одно и то же. Мы собираемся домой. Особо никуда. В торговый центр съездили. Там вот я футболку купил, что меня уже все испачкались уже. Двигаемся домой. И мы уже по камере посмотрели. Лем Лем. Позвонили ей. Она сказала, что Бака ждет нас на дороге. Плохо ест. Вот. Бака и Света. Срочно возвращалась. Бака очень сильно скучала по нам. Мы тоже соскучились по дому. Она соскучилась по своему саду, огороду. Поэтому поехали. Поехали. Поехали, Юрчик. Полетели, Юрчик. На самолете будем летать сейчас. Большой самолет. Ну, поехали. Бае-бяе! Поехали! Поехали! мы вернемся к Думагетте мы в front of Samalud может Пака уже чувствует, что мы здесь Папа, он ждет, она ждет она ждет Папа, она ждет она кричит ааааа бака ждала на дороге И реально она ждала, когда мы приехали. Она сидела здесь на углу, чтобы смотреть и дом, и дорогу одновременно. Черный тоже скучал. Черный, не прыгай. Не прыгай. Не прыгай, Черный, не прыгай. Наши дожди. Бака, мы вернем. Ты нас не забываешь. Окей, нам. Черный, ты тоже не забываешь? Окей, нам пока. Юрчик всем рассказывает, как он на самолете летал. Говорит, так высоко и так быстро на самолете летали. Все, телеграм, инстаграм, все, ссылки в описании. Подписываться на канал нужно, напомню. А то золотая кнопка. Сами понимаете. Мы будем отдыхать пока. Пошли с дороги. Вот именно с Юрчиком сегодня. Что-то он у нас сегодня капризный. Видимо, что-то он там не доспал сегодня. Так, собаки едят. Вроде не выглядят голодными. Но по курочке, наверное, соскучились. На балку по курочке, которую я готовлю. Смотрите, как все у нас зеленое здесь. Лем-лем. Поливало хорошо. Все у нас цветет. Маша, бабай, бабай. Где она? Маша, бабай. Как хорошо вернуться. Как тут спокойно. Как тут спокойно и хорошо. Как хорошо на дорогах ходить. Ура, я в город. Ура, я в город. Юрий, мама, it's in the garden. Скуля, baby. Домита. А да, кстати, стал записывать блокнот. Мне прям нравится сам процесс. Вот, и стал лучше следовать. Особенно прикольно, когда я с вечера записываю. Блокнот. И когда я утром просыпаюсь, у меня сразу ясно все в голове. Что мне нужно делать. Чем нежели утро начинает. Мне становится каким-то скомканным, если нет плана. То одно дело, что другое. Фокуса нет. Так что, лайфхак. Кому интересно. Кстати, мы встречались с нашей компанией. У нас уже давно это откладывается. То мы уехали, то еще что-то. Вот, на счет второй комнаты. То есть, вот так будет дом у нас с задней стороны выглядеть. Там у нас как раз место под комнату. И веранду, но без Кирил. Вот, со следующей недели начнут делать. Ну и план. То есть, я решил, я раньше хотел увеличивать эту комнату, типа, выпуклой сделать, чтобы она была больше. Но потом подумал и решил, пусть все будет одинаковое. Просто сделаем веранду. Здесь большую дверь. Вот, открываешь эту дверь. И как бы общее пространство большое становится довольно-таки. Просто, чтобы был дом нормальной формы, квадратной, обычной, простой. Но это будет вот с другой стороны. Тоже сделаем серую. Как вот спереди у нас серая. И сзади пусть будет серая. В одном стиле. То есть, у нас две будут такие двери. И вот этот стол мы уберем. Наконец-то вот этот стол я уберу. Комнату. Прямо напротив окна там поставлю. Можно будет сидеть. И смотреть, получается, в ту сторону. На вот это дерево. В окно. Вот эти горы смотреть. Так что уже не терпится. И вот этот шкаф туда уберу. И у нас здесь будет тоже в гостиной более просторно. На этот стол. Без этого стола. Ну, кстати, все говорят, ну, кто приезжает к нам, приходят. Первые говорят, что вживую у нас кажется все просторнее и дом больше, чем на видео. Очень радует отзывы от учеников уже нового потока. Также некоторые спрашивают, когда будет новый поток. Опять же, как я и сказал, не раньше сентября. Но вот классные отзывы присылают ученики в чатах. Вот давайте я буду тоже делиться периодически этими скриншотами. Две ученицы у нас даже встретились в Америке, во Флориде. Тоже это очень круто. То есть ученики друг друга находят, встречаются. Заводят даже новых друзей на курсе. И очень-очень много отзывов буквально за прошедшую неделю нам прислали. Спасибо большое ученикам за ваши отзывы. И спасибо всем также за комментарии, за поддержку в комментариях. Это очень-очень нам важно, чтобы, когда мы это видим, я это вижу, больше мотивации создавать контент, а также работать над курсом, делать его лучше и лучше, лучше и интереснее. Интересно, у нас трава в одном участке зеленая, потому что там, видимо, вода протекает периодически. И вот здесь. Это значит, что если поливать эту траву, она будет тоже зеленой везде. Но поливать сложно так. Это нужно поливать какой-то брызгалкой на шланг прицеплять. Так, друзья, все, мы поехали. Мы немножко отдохнули от нашего путешествия, посидели дома. Хорошо было вернуться домой. И теперь мы... Сегодня мы выезжаем полтора часа ехать до одного питомника. Хочу посмотреть опять собачь. Я знаю, что, предвещая некоторые комменты, почему мы ищем породистую собаку, сразу скажу, что я сам за то, что тоже... В случае чего брать, конечно, лучше бездомную обычную собаку и давать ей жизнь хорошую. Но... Да, поэтому я взял и баку, и черного. Вот. Но мне с детства просто супер всегда. И моему папе тоже нравились именно немецкие овчарки. Вот. И к тому же хочется в качестве охраны взять маленького хорошего щенка. Вот. Который будет и хорошим компаньоном семьи, и хорошим охранником без сюрпризов. Времен хотел с нами, но что-то она долго... Папа! Поехали по пленку! Белинка, ну-ка! Кидс, Данго. Так. Времен с нами. Ну все, да, нам ехать до Ольтики далеко. Я попозже расскажу еще. Пока не болтает тут. У нас тут тоже начали дорогу класть. Так что будет скоро красиво. Там уже вот в соседнем районе всю дорогу сделали. С огоньками, со всеми делами. А здесь вот теперь нам начали делать. Я думаю, вот так же, вот как здесь делают. Кадаться. Вот так. С подсветкой на асфальте. Так, вот так вот щенки далеко забрались у нас на Негросе. Ну красиво тут. Горы, поля, трактор. Папа, зеленый трактор? Зеленый, зеленый, малыш. И здесь рельсы какие-то. Is it working? Не, выглядит нерабочим. А может, когда собирают урожай, тогда они включают эту линию. Забрались. Далеко, далеко. Дорога так себе. Здесь так же вон рыбья ферма, походу. Половодье. Мы ехали-ехали по пустырям. И вдруг тут целая аж деревня открылась. Прям много домиков, наверное, рыбаки живут. Кто за фермой следит. За рыбной фермой и за обычной. Интересное место. Редактор субтитров. Редактор субтитров. У них мама умерла. Их 12 штук родилось. И только 4 выжило. Ты что разрисовал себе? Они немножко похудевшие. Считаю, они тоже еле выжили, наверное. Потому что молока не хватало. Они в месяц уже потеряли маму. Папа! 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 Я думаю, не хочется брать. Во-первых, у них тяжелое детство. Понятно, конечно, жалко, но кто-нибудь другой возьмет. Они такие тощие, худенькие, маленькие уже для трех месяцев, мне кажется. В общем, их жизнь потрепала уже. Но они сказали, у них еще будут чиняты. Мне вообще, в принципе, собаки вот эти не очень понравились. То есть какие-то они худоватые, может, кормят плохо, может, времени мало у них за ними следить. Там тоже в клетках сидят, походу. Потому что раз у них забора нет, значит, они точно не могут их давать побегать. Вот, если у них нет забора, им скорее всего приходится держать их в клетках. Подписывайтесь на телеграм, там я быстрее, все пощу. Вперед, инстаграм. И на ютуб-канал подписывайтесь, потому что наша цель – золотая кнопка. Миллион подписчиков. Так, наши пошли за едой. Вот, и к чему я? К собаке. Еще, ну, немецкая овчарка подходит нашей семье. Потому что это активные собаки. Умные, интеллигентные, семейные. То есть они, если мы возьмем какую-то воровую большую крупную собаку, ну, это немного рискованно. Потому что генетика очень многое, ну, решает. То есть собак в большинстве случаев это будет генетика. Может быть, агрессивной собакой. Плюс непонятно, будет ли она крупная, да, если мы возьмем щенка какого-то на улице. Будет ли она крупная и сможет ли сторожить. Ей у нас есть возможность купить. У нас есть машина. У нас есть большой участок, который мы в ближайшем будущем полностью закроем. Забором. Вот, у нас есть ребенок. Мы довольно-таки активные. Любим плавать, ходить, гулять. И немецкая овчарка это идеальный компаньон. Вот. И хороший охранник. Вот. И охранник для Юрчика и так далее. Да. Ну, плюс я фанат этих собак вообще. Я вообще другие породы никакие не признаю больше. Для меня вот собака как собака. Вот, выглядит она самая как ни на есть настоящая собака. Вот. В отличие там от других каких-то пород. У меня уже был опыт, но у меня был опыт вообще не такой. Я был еще слишком молод, у меня не было денег. И я купил вообще самую дешевую просто собаку тогда. Я не видел ни родителей, никого. В итоге, да, у нас овчарка была такая немного трусливая. Боялась всего. На улице шугалась. Либо лаяла, да, нервозно. То есть, немножко нервозная. И мелковатая была, да. Ну, она, конечно, девочка. Девочки вообще поменьше. Но в целом и даже для девочки, наверное, такой минимум. Немецкой овчарки. Самая стройная немецкая овчарка. И даже не стройная. Вот. По размеру просто. Комплекции. Вот у этих тоже такие довольно-таки худые. Но они даже не мелкие. Они высокие, в принципе. Но они вот какие-то худощавые. Может, их немного недокармливают или еще что-то. Не знаю. Вот. Ну и будем еще смотреть. Мне еще с одним питомником связался. У них сейчас пока черные ященяты. Черные я тоже не очень хочу. Какое-то время мне нравились тоже черные сильно. Но хочу вот такую классическую больше. И хочется длинношерстные. Вот. И у них длинношерстная сейчас собака одна. Она беременная. Вот. Через шесть недель будет рожать. И папа, говорят, тоже вроде такой же длинношерстный. Красивый. И вот, может, я их подожду. Вот. Ну, а если нет, то может, опять, оказывается, Багио, где мы были, там прям все собаки практически оттуда. А вот здесь все эти заводчики покупают. Там в Багио. Может, там в горах. Не знаю, почему принято. Или принято так. Ну, вон, сами все такие иностранцы ходят. И эти иностранцы говорят на Бисая, на чистом, как филиппинцы практически. То есть, на местном языке. Это типа, как это, свидетели иголы из Америки. Их сюда посылают влиять на местное население. Ну, не знаю, короче, что они тут делают, но они знают язык. И это в основном молодые парни лет 20 с небольшим. Может, даже моложе, не знаю. Ну, как я понял, Женя сказал, что это свидетели иголы. Вот, Нави мне, потому что я бы пытался объяснить, что это какие-то служители церкви и так далее. Ну, это вот свидетели иголы. Вот, и сейчас хорошее время тоже щенка купить, потому что мы никуда не собираемся больше ездить и ехать куда-то. И как раз щенок подрастет, если мы куда-то поедем, чтобы он уже был довольно-таки взрослым. И мы могли оставить там, вот, с той же Лен-Лен, которая будет их кормить. Вот, если мы куда-то поедем. Хотя, ну, если мы поедем куда-то не сильно далеко, в принципе, мы можем и с собой брать. Если будут все прививки, как компаньона. Хотя, с другой стороны, это же для охраны, он должен охранять, когда нас нет. Посмотрим. А кто знает, потом, может, еще девочку заведем. Территория большая, мы сможем сделать там классную им территорию отдельную. И щенков тоже выращивать. Щенки будут свободны, изучать мир. Или с Ваниной собаками. Что же овчаркает? Кто хочет щенков от наших собак, которых у меня, у нас нет? И вы, 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 вы. Субтитры создавал DimaTorzok